Если посмотреть на Библию, Бог настолько красив в книге Бытие. Бог в книге Бытие говорит как о постороннем, но научает своему принципу. Бог открывает через книгу Бытие 12 жертвенников. Мы замечаем эти жертвенники, и как Бог сам делает эти жертвенники в видимом и невидимом мире. Замечаем мы это в жизни Адама и Евы, и замечаем это в жизни Авраама, Исаака и Иакова. Итак, 12 жертвенников, которые мы видим в Писании, в книге Бытие. Потом, когда Господь уже переходит в книгу Исход, мы замечаем нечто прекрасное там. Бог начинает подготавливать жертвенник. Уже жертвенник не где-то и в жизни кого-то, но жертвенник любого человека внутри него. Внутри человека подготавливает этот жертвенник. До того, как подготовить этот жертвенник в книге Исход, Бог знает и падения людские, все негативы, все слабости человеческие. Он все это знает. Он хорошо знает человеческую природу. Посему, когда Он Моисею говорил о законе, когда Он говорил, каков должен быть жертвенник, что Он должен был делать в Кении, во Спитом Святых, Он видел, как падает Израиль. И даже несмотря на это, когда уже был в пике своего падения Израиль, только тогда, в 32 главе книги Исход, Он говорит, скорее спустись, развратился народ твой. Как будто до этого Он не замечал, но Он знал все это. Но самое красивое то, что от этого народа Бог не требовал ничего, пока Он не создал этот жертвенник рукою того же народа. Давайте обратим внимание на следующее. Это чудесно. Это просто чудесно. В жизни Иисуса Христа это был жертвенник. Жертвенник, на котором Он принес жертву Своего Сына. Ведь написано, да будет свет. И 2 Коринфянам говорит так, когда Бог приказал истинную в оси от свету, Он озарил наши сердца светом познания славы Своей в лице Иисуса Христа. Познать славу Божию, а без жертвы это невозможно. Чтобы подойти к Богу, нужно жертвовать. Потому что Бог допустил определенные темные силы окружить Его. И чтобы к тебе подходить именно к этому свету, ты должен желать пробыть эту тьму. Пробыть. Пробивать. Захочешь ли ты? Тьма будет противостоять. Иоанн говорит так, и свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. Где граница тьмы и света? Где эта граница? Но она есть. И вот захочешь ли ты пройти через эту тьму и приближаться к Богу, если ты захочешь, если ты это сделаешь, ты войдешь в этот свет. Но проходя именно через это, ты проходишь долиной смертной тени, ты проходишь долиной плача, это долина скорби. Там ты теряешь очень многое. Ты ставишь там на стол, на жертвенник все, что у тебя есть. Если ты что-то спрячешь, что-то оставишь для себя, ты не сможешь пройти. Ты должен все, все положить на стол, на жертвенник. И вот Бог обучает. Через этих людей, через Адама. Адам увидел, как Бог принес жертву для него. Да, это не написано. Но именно это жертва. Именно это жертва, кожу которого взял Бог и одел их. В третьих главе книга Бытье. Эта жертва есть Христос. И Бог показал принцип своего действия. Что без жертвоприношения нету подхода к Богу. И нету оправдания и спасения. Адам научился этому. И через Адама, насколько он мог передать, он передал это своим детям. Своим сыновьям. Сифу и Яносу они передали другим. Итак, Авраам это понял, и он создал жертвенник для Господа. Несколько жертвенников. Это понял Иаков. Он создал несколько жертвенников. Это понял Исаак. Он создал жертвенник. И вот Бытье, книга Бытье закончилась. Теперь в книге Исход мы замечаем, что Бог вывел трехмиллионный народ, в котором только среди израильского народа были 600 тысяч сильных мужчин. Итак, Бог здесь начал всему этому народу обучать, как создать жертвенник. Как создать скинью собрание. Всему этому народу Он обучал этого. Он показывал, что жертвенник должен быть внутри них. И Он создавал этот жертвенник внутри их сердцах. Сердец. Он понимал, что люди не сознают это. Он приводил людей до этого осознания. Осознания того, что жертвенник внутри находится. И Бог подготавливал этих людей именно к этому. Чтобы был готов жертвенник. Если ты хочешь жертвовать Господу. Я спрашиваю тебя. Где ты будешь полагать твою жертву? У тебя должен быть жертвенник, чтобы ты мог положить свою жертву на своем жертвеннике. Если у тебя нет жертвенника, ты не можешь жертвовать. Посему Бог сначала дал понять израильскому народу, что сначала идет жертвенник. Вот этот метный жертвенник. А в книге Откровения мы видим Иисуса Христа. Ноги которого похожи на раскаленную медь. На Халкариван. Бог не меняется. Он таков. Он не меняется. И требованное Божие не меняется. Это мы должны измениться. Мы должны менять внутрь себя. Я понимаю, что мы не сможем этого делать. Поэтому Бог дает нам вспоможательную силу. Это сила Духа Святого, Духа Святого, Духа Святости. И вот Бог, когда подготавливает твой и мой жертвенник, когда у нас есть определенный академический жертвенник, у нас это есть внутри нас, только тогда Бог приводит книгу Левит, эту прекрасную книгу. И именно в книге Левит Бог говорит, если ты захочешь. Если кто хочет, принеси жертву Господу. Здесь уже Бог не заставляет тебя жертвовать. Вот почему, когда Иисус Христос пришел на планету земля, в 39-м Псалме 7, 8, 9, Он сказал, жертвы и приношения ты не восхотел. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Почему? Почему? Но ведь в других местах написано, что Бог сказал, принесите. Но Бог сказал одно удивительное слово. Бог сказал, если кто хочет. Если кто хочет, принеси жертву. Если кто хочет, принеси хлебное приношение. Если кто хочет, принеси жертву. И эта жертва есть сожжение. Если кто хочет Бог никогда тебя не заставляет Приносить жертву Никогда Бог делает все возможное Чтобы ты сознавал Что это нужно делать И согласно Добровольным твоим действиям Он принимает тебя И он Он готов принять тебя В любом состоянии Лишь бы ты сам Хотел менять Собственное сердце Внутреннее твое состояние После того Когда ты начинаешь Принести жертву В твоей жизни Любую жертву Жертву хвалы Жертву посвящения другому Другому человеку Жертву благотворения Любую жертву Что ты хочешь делать в твоей жизни Если ты хочешь принести И начинаешь принести Бог начинает обучать тебя Книге Числа Он показывает Что Когда ты начинаешь Жертвовать Враг восстает против тебя И начинается Определенная война И определенное Противоборство Против тебя До этого У тебя не было борьбы А сейчас Начинается Могущественная борьба И в книгу Числа Мы спокойно Спокойно Можем называть Книгу войны Книгу Пустыни борьбы Борьба Которая идет В пустынной жизни Это пустыня Это что-то Когда мы замечаем Что в жизни Иисуса Христа Эта пустыня была Сорокодневная Мы ошибаемся Потому что полностью Полностью Его жизнь на земле Это была борьбой Это была борьба И которую он вел И написано Что дьявол отошел От него До времени То есть Он собирался Заново И снова И по-другому Атаковать его Так и в твоей жизни Когда ты осознаешь Что часть Твоей жизни Это борьба Что борьба Никогда не прекратится В твоей жизни Что ты постоянно Будешь бороться Что совершенству Нету границ Как говорит Псалмоперед В 118-м Псалме Я видел Предел Всякого совершенства Но заповедь Твоя Безмерно Обширна У заповеди Божия Нету Границ Заповедь Безмерно Обширна Там нету Меры А в Новом Завете Написано Что Бог Дух Свой Дает Безмеры Это Безмеры Ты можешь Наполнить Сколько захочешь И сколько Сможешь И сколько Примешь От Господа Способность Принять этот Дух Именно Когда Ты уже Вооружаешься Этими Мыслями Бог Приводит Тебя Как книга Второзакония И Начинает Трактовать И Объяснять Что Из себя Представляет Закон Бог Чудесен И Он готов Это делать В твоей жизни Он готов Это делать Открывай На распашку Сердце Твое Открывай Сердце Твое И Бог Наполнит Своим Присутствием Тебя Да Благословит Тебя Господь Если Посмотреть На Библию Бог Настолько Красив Книга Бытие Благословит